Герцоги Сасикские в сопровождении 20 сотрудников службы личной безопасности впервые со времени ухода из королевской семьи совершают совместный публичный тур. Цель благая. Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк, чтобы принять участие в международном мероприятии Global Citizen Life круглосуточном прямом телемарафоне с участием звезд в Центральном парке в субботу. Будут агитировать за доступность вакцины от всем известной инфекции. СМИ, естественно, в ажиотаже, каждый шаг сасиксов описывается во всех подробностях. В частности, в Твиттер уже комментируют новое прозвище или, если хотите, новый титул Меган Маркл Мадам Герцогиня. Я не убеждена, что это наименование нравится Меган и соответствует правилам протокола для пусть и бывшей, но пока еще члена британской королевской семьи. Но репортер одного из американских СМИ именно так обратился к супруге принца Гарри, задав вопрос «Мадам Герцогиня, вам нравится проводить время в Нью-Йорке?». Но что Мадам Герцогиня ответила «Так здорово вернуться, спасибо». А в Твиттер моментально полетели комментарии. Например, от имени подкаста ОС Кот, известного своей поддержкой герцогов сасиксских, пишут «Послушайте, а теперь это Мадам Герцогиня для нас круче, чем хэштег Меган Маркл». Другие пользователи Твиттер пишут «Только в Нью-Йорке могли так неуклюже, но так очаровательно обратиться к Меган. Вот почему я люблю этот город. Кому, кроме меня, действительно нравится титул Мадам Герцогиня для Меган. Хотя мне не нравится репортер, который ее так назвал, мне нравится это прозвище». Новое прозвище было дано Герцогиня на вершине самого высокого здания города Всемирного торгового центра. Кайл Мазза, сотрудник информационного агентства National Press USA, написал в Твиттере новости о визите Меган и Гарри в эту страну. «Принц Гарри и Мадам Герцогиня Сасикская Меган Маркл высказали мне 23 сентября нынешнего года, что это замечательно для них вновь посетить Нью-Йорк». Мэр города Деблазио выражает свое восхищение тем, что они замечательные гости и что работа, которую они делают, так важна для всей нашей страны и всего нашего мира. Деловой визит Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк продолжается. Супруги уже посетили мемориал памяти жертв 11 сентября и Всемирный торговый центр, а на следующий день папарацци подловили Сасикских на выходе из фешенебельного отеля «За Карлайл». Очевидцы вновь были удивлены странному выбору гардероба Маркл. Несмотря на жаркую погоду в Нью-Йорке и высокую влажность, Меган в это уже во второй раз выбирает для выхода в город черную водолазку и теплое пальто. Правда, на этот раз песочного цвета от Мэкс Мора. Чем вызваны такие предпочтения, непонятно. Однако ярые поклонники королевской семьи уже успели захитить жену принца Гарри в соцсетях. Стоит отметить, что сама Меган Маркл при этом выглядела сияющей и невозмутимой. Ни тени смущения, ни капли пота на лице, несмотря на одежду не по сезону. Это будет первое совместное появление Меган Маркл и принца Гарри на мероприятии после рождения дочери. У Меган Маркл и принца Гарри нет времени расстраиваться из-за результатов премии Эмми. В эту субботу герцоги сасекские выступят на звездном концерте Global Citizen Life в поддержку вакцинации. Об этом пишет Town & Country. Принц Гарри и Меган Маркл собираются призвать страны G7 Евросоюза пожертвовать не менее миллиарда доз вакцины от COVID-19 всем нуждающимся странам. Мы так рады объявить, что принц Гарри и Меган присоединятся к нам на Global Citizen Life в эту субботу. Сообщили организаторы. Известно, что в концерте примут участие Билли Айлиш, BTS, Coldplay, Эд Широн, Элтон Джон, Хью Джекман. Фильм Меган и Гарри. Побег из дворца навели много шума в интернете. Сказать, что режиссер и его команда ожидали такой реакции, то для них это победа. Создается впечатление, что фильм снят по заказу. Согласитесь, слишком сладко изображены Гарри и Меган, а остальные члены королевской семьи – прям изверги какие-то. Королевский эксперт, выступая в американском журнале Lifestyle The List, Кинси Скофилд из студии 4Daily, выступила с язвительным упреком в адрес продюсеров Гарри и Меган. Побег из дворца за то, что она назвала нехарактерным изображением Кейт, герцогиней Кембриджской, ее достижений как матери и как члена королевской семьи. Эксперт утверждает, что продюсеры изобразили Кейт, которую играет актриса Лора Митчелл, как персонажа, который сидит и делает маникюр, что, по словам, было откровенной ложью. Эксперт рассказал списку, Кейт Миддлтон сидит и делает маникюр, когда получает обвинительный звонок от Меган. Что за шутка? Ты же знаешь, что у Кейт трое детей, которые в любой момент взбираются на нее, как на гимнастический зал в джунглях. Мисс Шофилд продолжала рассказывать, как так несправедливо изображать ее высокомерным персонажем в яростной тираде продюсеров шоу, учитывая роль Кейт как матери и королевской работы. Она объяснила, как, в отличие от фильма, в действительности герцогиня Кембриджская занимается благотворительностью, выполняет королевские обязанности и занята своими тремя детьми. Она подчеркнула, что герцогиня Кембриджская полноценная работающая мать, которая наряду с королевской работой также умудряется сама отвезти детей в школу, а также забирать их из школы, выполнять свои собственные поручения и сама ходит по магазинам. Не в первый раз, когда фильм подвергается критике за его изображение, поскольку многие поклонники данный фильм как средство для уничтожения монархии. Может, антимонархисты постарались? Британская королева Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд в случае, если заявления ее внука принца Гарри и его супруги Меган Марку будут клеветническими. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце. Всему есть предел. Ее величество выведено из себя постоянными нападками. До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут, заявил собеседник издания. В настоящее время команда юристов королевской семьи проводит консультации с экспертами в вопросах клеветы и частной жизни. По информации The Sun, особое внимание уделяется мемуарам, автором которых выступает принц Гарри. Выход книги запланирован на 2022 год. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеканалу CBS. В частности, они рассказали, что провели тайную свадебную церемонию за три дня до официальной свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года. Кроме того, Маркл сообщила, что некто из родственников мужа в обсуждениях поднимал вопрос цвета кожи ее будущего ребенка. Позднее ведущая Опра Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филипп. На сегодняшний день принц Эндрю старается избегать общественного внимания. Для этого он удалился в замок Балморал, частную резиденцию Ее Величества в Шотландии. Причины столь поспешного бегства очевидны, над принцем нависли серьезные обвинения и, вероятно, его ждет громкий судебный процесс. Тем не менее, по словам экспертов, в скором времени герцог Йоркский может ненадолго оставить свое убежище, чтобы посетить беременную дочь. Принцесса Беатрис сейчас находится в больнице. Принц Эндрю, очевидно, не хотел покидать Балморал, особенно сейчас, когда адвокаты все еще пытаются вручить ему судебные документы, но дочь для него на первом месте, и он захочет быть рядом с ней, заявил инсайдер. Он мог бы дождаться момента, когда Беатрис приедет к нему после родов в поместье, но я уверен, что он захочет быть с ней. Напомним, что иск против герцога Йоркского подала Вирджиния Робертс Джуффри. В заявлении говорится, что Эндрю принуждал девушку, которой тогда еще не исполнилось 18 лет, к интимной связи. Также принц обвиняется в сотрудничестве с Джеффри Эпштейном, сексуальным преступником и организатором торговли людьми. Герцог долгое время отрицал правонарушение, делая все возможное, чтобы помешать судебному разбирательству, в том числе отказываясь должным образом оформлять юридические документы. Весной этого года Елизавета II похоронила любимого мужа, принца Филиппа. Он не дожил до своего столетнего юбилея всего два месяца. Спустя полгода в королевской семье случилось еще одно горе. Умер близкий друг и родственник ее величества, сэр Тимоти Колман. Ему был 91 год. Колман женился на двоюродной сестре королевы Мэри Сесилии в 1951 году. Монарше особе на тот момент было 19 лет. Тимоти был выходцем из знаменитой семьи, которая занималась производством соусов от калманов. Сэр Тимоти часто навещал Елизавету II в ее доме в Сандрингеме и был с ней в хороших дружеских отношениях. Скандал с изнасилованием несовершеннолетней, который разгорелся вокруг принца Эндрю, доставил немало хлопот королевской семье. Тем не менее, принц Чарльз и Елизавета II пытаются спасти репутацию своего родного брата и сына. На разрешение конфликта может уйти немало времени, а до тех пор в Букингемском дворец будет находиться под пристальным вниманием со стороны общественности. Еще недавно источники сообщали, что герцога Йоркского отстранили от исполнения официальных обязанностей. Отмечалось также, что его не будет на платиновом юбилее Елизаветы II, который состоится летом следующего года. Теперь же королевские эксперты заявляют, что вскоре он вернется к публичной жизни. Ее Величество обожает Эндрю и наслаждается его компанией. Можно сказать наверняка, что он вернется к своим обязанностям. Такого камбэка вообще никто не ожидает, сообщила королевский биограф Анжела Левин во время радиоинтервью Токрадио.